Юлия Зарипова и Татьяна Чернова дисквалифицированы за допинг. Газета «Ре-спорт». Анастасия Богданова – олимпийская чемпионка в беге на 3000 метров с препятствиями Юлия Зарипова и двукратный бронзовый призер Олимпиады в семиборе. Татьяна Чернова дисквалифицированы за применение допинга. Кроме того, Зарипова может быть лишена золотой медали Игр-2012. Российское антидопинговое агентство «Русада» объявило об очередных разоблачениях титулованных российских легкоатлетов в применении допинга. В биологическом паспорте крови Юлии Зариповой и Татьяны Черновой были обнаружены обнормальные данные за определенные промежутки времени. Допинг ударил по тренеру сборной. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Валентин Маслаков принял решение добровольно уйти в отставку в связи с последними громкими. Российская бегунья Юлия Зарипова, в коллекции которой есть практически все возможные титулы в легкой атлетике, дисквалифицирована на два года и шесть месяцев. А семиборка Татьяна Чернова – на два года. При этом у обеих спортсменок будут аннулированы результаты за те периоды, когда у них в крови обнаружены аномальные отклонения показателей. У Зариповой в эти сроки была завоевана золотая медаль на Олимпийских играх в Лондоне, поэтому не исключено, что она ее лишится. А Чернова, вероятно, останется без золота чемпионата мира 2009 года. Информация о том, что бегунья Юлия Зарипова может быть дисквалифицирована, появилась еще неделю назад, когда в применении запрещенных препаратов были уличены пять представителей отечественной школы спортивной ходьбы, в том числе и олимпийские чемпионы Ольга Канискина, Валерий Борчин и Сергей Кердябкин. Но расследование о Юлии Зариповой немного затянулось. В Русаде объяснили, что им потребовалось чуть больше времени для того, чтобы дополнительно изучить мнение экспертов Международной Федерации Легкой Атлетики и ОАФ. Также недавно появились интересные сведения о том, что Зарипова не случайно отказалась от участия в московском чемпионате мира за день до его начала, сославшись на травм ноги. После этого она не выступала. В июле нынешнего года она родила вторую дочь, однако тренеры сборной России до сих пор избегали конкретных разговоров о сроках возвращения Зариповой из декретного отпуска. Канискину попросит с кресла подорванная репутация, кадровые перестановки и отобранные медали. Газета РУ о том, какие последствия будет иметь скандал с дисквалификацией за... Причем то, что случилось с Зариповой накануне чемпионата мира, 2013, подозрительно напоминает поведение олимпийских чемпионов по спортивной ходьбе Ольги Канискиной, Сергея Кирдябкина и Валерия Борчина, которые неделю назад получили длительные дисквалификации тоже на основании об нормальных данных своих биопаспортов. Все выявленные у них нарушения относились к периоду 2009-2012 годов, и тогда они тоже внезапно получили травмы перед крупнейшими стартами в Москве, а после этого фактически завершили свои карьеры. Сейчас стало известно, что допинговые нарушения Юлии Зариповой относились к двум периодам в 2011 и 2012 годах. Более того, в случае этих спортсменов можно связать с всплывшей информацией о том, что накануне московского чемпионата мира президент Международной Федерации легкой атлетики Ламин Диак, по данным Спортэкспресса, поставил перед российской стороной вопрос ребром, либо подозреваемые атлеты пропускают турнир, либо соревнования будут омрачены громким допинговым скандалом с участием местных звезд. Президент Всероссийской Федерации легкой атлетики ВФЛа Валентин Балахнючев после новых допинговых разоблачений в очередной раз заявил, что готов уйти в отставку следом за бывшим главным тренером сборной России Валентином Маслаковым. «Я хотел бы встретиться с Виталием Леонтьевичем и повторить наш прошлый разговор, который был два дня назад, когда мы договорились о том, как это должно происходить. Нужно действовать в соответствии с действующим законодательством и уставом. Я не собираюсь задерживаться на этом посту дольше, чем это требует ситуация. Если нужно будет, то я уйду в отставку. Я просто подозреваю, что после моего ухода многие подсчитают, что вопрос исчерпан. А он не будет исчерпан после ухода Маслакова и не будет исчерпан после моего ухода», цитирует Балахнючева AirSport. Кроме того, функционер добавил, что не будет отстаивать золотую медаль Олимпийских игр 2012 Юлии Зариповой. Это отголосок 1990-х, начала нулевых, годов. Отстаивать интересы спортсмена. Что отстаивать, когда у нее пик обнормальных показателей по биологическому паспорту приходится на период Олимпийских игр, что доказывает, что она непосредственно перед Олимпиадой использовала запрещенные препараты. И это при всем уважении к ней. Я что должен перешагнуть эту точку? Или придумать новую версию объяснений? Отметил Балахничев. Чемпионский заход на допинг российские олимпийские чемпионы по спортивной ходьбе Ольга Канискина, Сергей Кердябкин и Валерий Борчин, а также чемпион мира Сергей Бакулин и призер. В свою очередь, министр спорта Виталий Мутко сообщил, что большое количество дисквалификации российских спортсменов – это результат хорошей работы антидопинговой системы. Конечно, такое количество нарушений антидопинговых правил ведущими легкоатлетами вызывает у нас большое разочарование, но с другой стороны, мы еще раз можем убедиться в том, что выстроенная нами антидопинговая система работает. Дисквалифицировав спортсменов, заработавших свои медали нечестным путем, мы защищаем новое поколение честных спортсменов, передает слова Мутко официальный сайт Минспорта. Всего лишь неделю назад мною были даны комментарии в отношении пятерых дисквалифицированных Русадоходаков и ситуации с допингом, сложившейся во Всероссийской Федерации Легкой Атлетики, ВФЛа. Сегодняшние два дела – результат продолжения все того же расследования, проводимого Русада с весны 2014 года в отношении спортсменов и персонала ВФЛа. В комментарии газеты «Ре». Министр спорта отметил, что идет большое расследование дел, которое постепенно выявляет виновных. Это расследование уже анонсировалось Международной Федерацией Легкой Атлетики, отметил Мутко. Эти дела уже отправлялись в арбитражный суд Лозанны, сейчас идет расследование Русада. Там долго работали и выявили виновных. К сожалению, остается закрыть эту страницу. Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой можно на странице летних видов спорта. Читайте также.